добрый день дорогие друзья сегодняшний видеоурок я решила посвятить теме тембр голоса как известно тембр голоса это то что дается нам от рождения это то почему мы узнаем своих близких родных друзей даже если они звонят нам по незнакомому номеру телефона мы всегда узнаем знакомого человека по его тембра голоса это то во что мы влюбляемся когда слышим исполнение ну понравившихся нам певцов исполнителей вот именно их красота их голоса их индивидуальная краска этого голоса тембр голоса определяется двумя основными факторами первое это индивидуальное строение ваших голосовых складок а второе это то как звуковая волна которая рождается при рождении рождается ваши голосовых складках резонирует со всем вашим организмом если с первым фактором мы ничего не можем сделать то есть от рождения какое нам дано строение голосовых связок складок то с этим и как и живем то во втором случае мы можем работать мы можем увеличить объем резонирование нашего тела и таким образом сделать звук более объемным более красочным насыщенным различными частотами и сегодня я покажу упражнение на проработку всех резонаторов нашего тела во время этого упражнения мы будем исполнять один и тот же звук то есть мычание вот такой вот звук это можно делать на любой удобной для вас высоте то есть в примарной зоне примарная зона это та звуковая зона где вы берете удобный звук не задумываясь о его высоте вот какой вам удобно такой вы взяли вот вот так также мы будем руками прорабатывать все наши основные резонаторы то есть те места в нашем организме где есть полости и с которыми как раз может взаимодействовать наша звуковая волна сейчас я покажу как это будет выглядеть начинаем сверху ударяем пальцами по лбу щекам подбородку и так дальше будем спускаться все ниже и ниже по всем основным резонатором три основных правила которые нужно соблюдать во время этого упражнения первое нужно стучать достаточно сильно естественно мы делаем это не до болевых ощущений но вы должны чувствовать что благодаря вот этому давлению у вас внутри возникает процесс резонирования и звук начинает дрожать вибрить вибрировать становиться более объемным второе правило мы должны достаточно громко мычать то есть там не как-то там себе поднос а достаточно громко мощно используя диафрагмальный тип дыхания чтобы при каждом вдохе у нас надувался живот и мы ощущали опору воздуха на диафрагму и третий аспект на который точно стоит обратить внимание это ритм то есть каком ритме вы это будете делать постарайтесь найти свой индивидуальный в котором вы почувствуете максимальный отклик вашего тела и работать именно в нем то есть можно как бы быстрее можно медленно вот когда вы почувствуете что тело отзывается вот в этом ритме и работаете а сейчас я покажу те основные области которые будут участвовать в выполнении этого упражнения я буду показывать достаточно быстро а вы же когда будете повторять это упражнение дома делайте одну зону вот допустим там зону лба на три дыхательных цикла вдохнули сделали на выдохе вдохнули сделали и третий раз вдохнули сделали это упражнение начинаем выполнять со лба вдохнули скулы дальше подбородок спускаемся ниже ключица кулаком прорабатываем вторая ключица дальше плечи одно плечо кулаком тоже второе плечо а вы по три раза делаете каждую каждую зону грудная клетка грудная клетка ребра вдохнули грудная клетка тазовые кости но вам наверное не видно сейчас я стану повыше только бы не упасть тазовые кости над коленками не бьем по коленному суставу а чуть выше в таких условиях приходится показывать на кровати и щиколотки остаются у нас как бы не упасть ну понятно что по щиколотке одной рукой кулачком и друг по другой щиколотке вот таким образом прорабатываем все зоны все резонаторы то есть что это нам дает во время пения мы будем ощущать вибрацию как бы вообще во всем теле получается начиная от кончиков ног до кончика головы вот не забываем дышать конечно не забываем не забываем о том что голос должен быть звуки звонкий не забываем про опору и это упражнение очень хорошо делать перед любым выступлением и даже уже после первого же выполнения этого упражнения вы почувствуете что ваш тембр ваши резонаторы включились в работу и ваш голос начинает звучать более объемно и приятно вот ну на этом все с вами была я ваш руководитель Гарипова Елена Николаевна всего доброго до следующих встреч Гарипова Елена Николаевна